Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас в нашей программе «Литературная гостиная». Сегодня наш гость – известный ульяновский писатель, журналист, краевед Ольга Георгиевна Шайпак. Родители Ольги Шайпак – фронтовики. Отец родом из Забайкалья, а мама – из Могилева. И так в жизни сложилось, что становление Ольги произошло в Забайкалье, в взрослении Белоруссии. И Забайкалье, и Белоруссия равны дороге ее сердцу. И с 1981 года Ольга Шайпак живет и работает в Ульяновске. Она автор книг «Самые счастливые», «Богульник», «Небесные посланники» Федор Обломов. А недавно Ольга Шайпак написала новый роман «Тарбогатай». И в октябрьском номере журнала «Симбирск» мы публикуем отрывок из этого романа. Сегодня о сути творчества, о замысле нового романа и о многом другом расскажет вам гость нашей передачи Ольга Шайпак. Здесь в Ульяновске я оказалась в 1981 году. До этого жизнь меня бросала в разные города, но родилась я на Байкале. И Байкал остался в сердце навсегда, потому что нас формирует детство. И это сейчас с возрастом особенно понятно. Когда подходишь к возрасту такому, как я сейчас, понимаешь, что все, что тебя питало, это оттуда, это с малой родиной. И ощущаешь, может быть, вкус своих корней. И хочется обращаться все чаще и чаще к своим корням. Но много лет меня связывает с Ульяновском. Здесь я встретила замечательных людей, которые помогли мне найти себя в краеведении, в журналистике. И работа в журнале «Мономах» в качестве редактора и главного редактора на протяжении более 20 лет – это огромный подарок судьбы. Это счастье, это связь с этой родиной, второй родиной, где ты останешься. Это любовь к городу, который стал тебе родным, потому что ты не только связан с людьми ныне живущими, но через краеведение ты уже связан с людьми, давно ушедшими, с людьми, которые жили в XVIII-XIX веке, любили, страдали. И они для меня такие же живые, как и нынешние друзья. Я благодарна всем сотрудникам журнала «Мономах» и, конечно же, Вячеславу Николаевичу Егорову. А в писательстве какой-то старт мне дал Евгений Зинович Мельников. Он благословил на прозу. И Людмила Бурлакова – поэт, редактор, которая подстегивала, нужно писать, нужно работать, нужно идти дальше. Ну а далее нынешние писатели, поэты. Десять лет я возглавляла Ульяновское отделение Союза писателей России. И вот эта связь с местной интеллигенцией, с творческой интеллигенцией, с писателями, с замечательными поэтами – это тоже такой вот подарок судьбы щедрой, может быть, иногда кажется авансом, потому что на пути мне встретились интересные, глубокие люди, которые изменили меня, которые воспитывали меня, мою душу и формировали мое творчество. Я ему очень благодарна. И теперь, когда все чаще и чаще приходится задумываться о том, что ты оставишь этому городу, своей малой родине, спешишь писать больше, больше и больше. Когда-то это были рассказы, стихи, малые прозы. Сейчас потребность иная – писать крупные, большие произведения. Я уже сказала, что связь с малой родиной, с Байкалом – это то, что сейчас питает. Питает и заставляет переосмысливать вообще всю жизнь и думать о будущем, что мы оставим своим детям, что мы получили от своих предков и что мы оставим нашим потомкам. И вот это чувство единения всех веток одного корня, оно такое важное, такое питательное, такое необходимое сейчас. Я не случайно, когда издавала небольшую книжечку стихов, начала ее фактически со стихотворения «Богольник». И назван этот сборник «Богольник». Я богольник, выросший в таежной, мудрой и роскошной простоте, где отшельник Баргузин бездомный гимны сочиняет красоте. Шаман-мыс великому Байкалу служит, как надежный верный щит. Но и сам старик за ангарою дочкой любимой следит. Я богольник, нежный и духмяный, Синий мед из солнечных лучей, Дикий пчельник у большой поляны, Где пасется розовый кипрей. Там в морщинах скал Иголкой тонкой Вышиты Лазурные леса. Там, в перстах Даурских дивных сосен Головы склоняют Тополя. В зеве бухт, в объятиях Шерильды Гнев свой прячет Огненный сарма И кипит Несметной жаждой жизни Чистая байкальская вода. Я богольник, Сломанная ветка, брошенная В снежную постель. Над собольей хищной толпой Тайгою ли вьется неуемная метель? Взвыл Байкал Над ледяной тоскою, Потеряв единственную дочь, Он, безумный, проклинает с горя Белый свет В гирляндах звездных ночь Край волшебный Кедр великаны Выдирает с корнем Потроша И летит Над раненым Байкалом Сломанная Веточка душа. Это тоска По родине И эта тоска Заставила меня Обратиться К моим корням К моему детству И к родословной Десять лет Я собирала материал Для нового романа И никак не решалась И никак не решалась Его начать Взяла благословение У покойного митрополита Прокла Начинала, бросала А в прошлом году Оказалась на родине Была встреча С моими одноклассниками Мы встретились На берегу Байкала Я поняла Что я Напишу Это Напишу Напишу Быстро Справлюсь С этой Очень трудной Задачей Почему трудной Род мой Старообрядческий Я родилась В необычной Семье Очень строгих Старообрядческих Правил Детство Летом Проходило В деревне На озере Щучьем Оно водами Соединено С Байкалом Там мой дед Был первым Поселенцем Он ушел Из Тарбогатая Где Долгое время С 18 века Жил Жили мои предки Но пришли они В Тарбогатай Издалека Когда я собирала Материал О своей фамилии Я копала От 20 века Глубже и глубже В 19 В 18 И В 17 Век И докопалась До предка Федора Который ушел Из Москвы За диаком Казмой После полного Разгрома Старобрядцев В Москве При царице Регенши Софьи Они ушли Это уже Был казнен Протопопа Вакум И Боярни Морозова Остатки Старобрядцев Ушли На запад На юго-запад Сначала В Стародуб А затем За границу В Речь Посполитую Это сейчас территория Гомельской области Ветка Так называемая Ветка Старобрядцы Дали это название Ветка Там они Прожили Более 100 лет Пока Наконец Екатерина Не начала Наводить порядки И Семьями Которые уже Обросли Новыми фамилиями Высылала Их Забайкалье С целью Укрепить Границы На востоке Ну и Покончить Со старобрядцами Но они Выжили Они Дошли До Забайкалья Вот так Наша семья Оказалась В Тарбагатае И Там Пустили Свой корни И Эта фамилия Насчитывала К началу 20 века Уже 10 тысяч Человек В детстве Когда Мне приходилось В общественном месте Называть свою фамилию Я слышала А Семейская Этих старобрядцев В Сибири Называли семейскими Потому что Они семьями Пришли Семьями Селились И Продолжали жить И Это слово Казалось Мне Каким-то Обидным Я даже Очень легко Поменяла Фамилию Выйдя замуж Хотела Забыть О семейских Но они Не давали Мне покоя И Вот Наконец Все сложилось Все пазлы Сложились И я поняла Как он должен Быть построен Этот роман Почему Мне было страшно Потому что Охватить Три века Истории После того Как много Написано О старобрядцах О семейских Было очень страшно Ведь Были Очень сильные Произведения Был Роман Личутина Раскол Но я не брала Царей Они мельком У меня Проходят Сквозь Ткань Романа Я Обозначила Иной Жанр Семейная Сага И Эта Семейная Сага Она не просто На фоне Исторических Событий Она Пронизана Вот Всеми Этими Историческими Бедами Взлетами Падениями Русской Истории Мне Хотелось Понять Что же Это за люди Такие Старобрядцы В частности Семейские Такие Упертые Которые 300 лет Хранили Древнее Православие Но мне Не хотелось Их Идеализировать Я поставил Иную Задачу Показать И сильные Стороны И слабые Стороны Этого Явления А Силе Этого Явления В силе Этого Явления Мне помог Разобраться Изумительный Наш Писатель Наш Современник Литературовед Критик Валентин Курбатов Значение Слова Значение Буквы Значение Звука Каждого Звука Старославянского Языка Оно Имеет Молитвенную Силу И нельзя Этого Менять И нужно Очень внимательно Очень Ответственно Относиться К каждому Звуку Каждому Слову Нашего Языка И Проязыка Но не только Поэтому Старообрядцы Вот просто Они держались За это Старое Слово Конечно же Реакция На то Что происходило В стране Оно В большей степени Наверное Эта реакция В большей степени Связана Со страхом Засилия Католичества Ведь Реформаторами Этой Церковной Церковных Этих Изменений Были Оказались Католики Вот что Было страшно И дальше Дальше Происходили В общем-то Страшные Вещи Связанные Ну С отношением К этой реформе Наших Царей Старообрядцы Очень-очень Боялись Боялись Прихода Антихриста Им казалось Что Петровская Эпоха Это как раз Демонстрация Того Что Антихрист Уже Пришел На землю С другой стороны Что очень важно Для понимания Вообще Вот Веры Церкви Христа Это Понимание Того Что в конце Концов Люди Эти несчастные Люди Лишившись Антиминца Причасть И святых Даров Были лишены Причастия И они Не справились Вот С этой Проблемой В итоге Они противопоставили Себя Друг Остальным Обществу А значит Возвысили Свою веру Над другими Людьми Любовь к Кресту Предполагает Любовь к Асем Почему я так Подробно Говорю Об этом Ведь все это Будет в романе И роман Дописан Он скоро Выйдет И книга Появится Ее можно Будет Прочитать И самому Сделать Какие-то Выводы Философские Выводы Но Я сейчас Говорю об этом Только потому Что Мне самой Очень важно Было Дойти Докопаться До Истины И понять Что Если я Называюсь Православной Если я Люблю Христа То я Люблю Всех И врагов В том числе И прощаю Всех И такого Греха Как Обида Не должно Быть Вообще Ну и тем более В моем Возрасте Любовь Ко всем И жалость Жалость К людям Потому что Каждый Из нас В этой Земной Жизни Проходит Через Страдания Ну Может быть Не такие Далеко Конечно Не такие Через Какие Прошел Сам Христос Ну Хотя бы Десять Процентов Страданий Христа Выпадет На долю Каждого Человека Мы Все Пришли Сюда Пострадать Для того Чтобы Воскреснуть Для того Чтобы Измениться Что-то Понять И выйти Чистыми В конце Концов Достойными К вечной Жизни Вот Эти Выводы Я Сама Сделала Для себя Работая Над Новым Романом Наверное Я Прочитаю Может быть Кусочек Из Такого Документально Художественного Очерка Встретимся В Белом Саду Это Посещение Родины В 2003 Году И Тогда Это было Мне Очень Важно Для Сбора Материала О Семейских И вот В прошлом Году Я не только Встретилась С одноклассниками Я Очень Хорошо Плодотворно Поработала В Государственном Архиве В Республиканской Библиотеке Бурятии И 2003 Год Он Тоже Помог Мне Сформировать Книгу Вот этих Рассказов И в частности Последний Очерк Об этом Путешествии На Байкал Я прочитаю Небольшой Отрывок Байкал Почему он Так завораживает Чем Отличается От других Озер и морей Некрасивостью Хоть и прекрасен Но ликом В чистейшей Воде Отражаются Глаза Господа В подводных Камнях Слышится Сердцебиение Богоматери В заревом Испарении Витает Дух Святый Здравствуй Отец России Низкий Поклон Тебе От Беглянки Но нам Надо Торопиться Дальше В Турку Я хочу Увидеть Веру Где ты Вера Где любовь Твоя Открытая Улыбка Распахнутые Глаза Я узнаю И не узнаю Нашу веру Согнувшаяся спина Рассеянный взгляд Неподвижная Мимика Все Свидетельствует О сломанной Воле Не выходя Из-за Цепенения Вера Цедит Слова Из которых Я пытаюсь Выстроить Цепочку Тяжелейших Событий В ее Судьбе Первый удар Смерть Мужа Геннадия Вторая Потеря Мать Смелая Рыбачка Тетя Маруся Которая Рано Осталась Вдовой Но продолжала Ходить В море За омулем И недуги Ее Доливали И от Ледяной Воды Отказывали Ноги Маруся Продолжала Схватку С коварным Байкалом До самой Своей Смерти И вот Третий Удар В самое Сердце Как Отправиться Оправиться Вере От Такого Горя Скоропостижно Скончался От Инфаркта Сын Володя И воля Женщины Рухнула Я хорошо Помню Его Трехлетним Мальчуганом Когда он Решительно Кидался В Байтальскую Воду Чтобы Доказать Я очень Боялась На Она Часами Стояла Под Палящими Лучами Солнца И ждала Когда же У придорожной Пыли Появится Наша Машина Больших Усилий Требовалось Тете Марусей Чтобы Заманить Дочь Домой Но Пообедав Девчонка Снова Выходила На свое Дежурство Это Повторялось Изо дня В день И все-таки Счастливый Миг Наступал Надька Хорошо Отличала Огромную Скалу Придорожной Пыли Сопровождающей Какой-нибудь Безумный Грузовичок От серого Клубочка Вьющегося Вокруг Нашей Легковушки Приторно Темный Шоколадный Как наша Волга Смех Слезы Объятия И конечно же Гостинцы От нашей Доброй Мамы Дитя В кавычках Принимала Дары И шла По поселку Из дома В дом Оповестить Весь мир Что у нее Есть Галя Галя Это Цаца Галя Моя Галя Цаца Поясняла На каждому Встречному Неся На вытянутых Ладонях Какую-нибудь Безделушку А вечером Уставшая Прижималась К маминым Коленем Как котенок И уже Никакая Сила Не могла Оторвать Ее От Гали Мы Дети Не смели Ревновать Надьку К нашей Маме Потому что Знали Скоро Очень скоро Наступит Час Отъезда И отнять У нее Галю Все-таки Придется Мы Со страхом Ждали Этой минуты Когда Увидим Перепуганные Огромные В пол Она Умирала На месте Неподвижной Она Оставалась Еще Долго Долго И когда Мы В удаляющейся Машине Хлопали Носами Желе Ребенка Так Мама Назовала Надьку Которая Была Старше Нас И когда Позабыв Про бедную Девочку Весело Щебетали Прощаясь Через Открытое Окно С Байкалом И когда Крепко Спали Приближаясь К Улан-Удэ Но я Не забыла Надькиных Глаз Потому что Никогда Больше Не видела Чтобы Человеческий Взгляд Вмещал В себя Столько Любви От того Что Я Испытываю Сейчас Глядя На Надьку Рассудок Отказывается Принимать Страшную Весть О смерти Веренного Сына Я не могу Скрыть Своей радости Что вижу Надьку Она Жива Значит Жива Любовь Ее Глазами Как с иконы Смотрит На меня Творец Вечный Ребенок Трется Теперь У моих Ног Болеет Поясняет Вера Состарилась Да Она Ничего Не Слышит И Ничего Не Видит Я Глажу Облысевшую Головку Дороже Которой В эту Минуту У меня Ничего Нет И Вдруг Слышу Ничего 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 В поцелу Среди Двора Говорить Это повести Рассказы О людях Которые Встретились Автору На жизненном Пути И Оставили Неизгладимый След Тропа Белом Белом Саду Открывать Своё Сердце Каждому Встречному Потому Что Случайных Встреч Не Бывает Это Формула Близка И Самой Ольге Шипак Ведь Каждый Попутчик Небесный Посланник И Хочется Верить В это И Благодарить Автора Благодарить За встречу За щедрость За добро Встретимся В Белом Саду Эхом Отзывается В сердце Благодарим Дорогие Друзья Вас За внимание И В октябрьском Номере Журнала Симбирск Читайте Отрывок Из Нового Романа Ольги Шипак